Всем привет! Сегодня мы поговорим о очередной обнове, которая придет к нам позже. Сейчас я нахожусь опять же на этом маге. 15 миллионов он уже взял. Его показывать я, к сожалению, не буду. Он попросил этого не делать. Покажу только обновление. Из обновлений то, что придет к нам раньше, позже, то, что придет к нам позже, добавили ивент. Да, вот. Ивент. Холи Грааль Бар. То есть, война за Святой Грааль. Значит, это война, доступная для топ-50, топ-100 монумента. То есть, как и Королевская битва, скажем так. Суть в чем? Команды делятся на две. То есть, ваши 50 человек делятся на две команды. То есть, они делятся как? Вот. Можно регистрироваться на протяжении недели. Вы можете заходить либо же за одну группу, либо же за вторую группу. Лидерами групп являются... Первой фроузен-группой является... Вот сейчас мы посмотрим. Да, вот все описания. Топ-50 человек. Они делятся на два кампа, два лагеря. Первое место монумента глава фрост-кампа. Второе место и третье место, два сразу человека, они становятся лидерами флейм-кампа. Далее, лидеры, используя, я так понимаю, золото, да, то есть коинцы, они покупают себе персонажей в свои команды из топ-50. Кто даст больше, тот и забирает персонажа. Все 47 оставшихся персонажей, они делят между собой. А также каждый из персонажей из этих 47 может сам выбрать сторону, заплатив 10 миллионов. Да, то есть вы платите 10 миллионов и встаете за фрост-камп, либо же флейм-камп. Смотрите по мощи, там, я не знаю, кому как лучше. В пятницу в 8 часов вечера идет авторегистрация тех, кто не зарегистрировался, либо же сортировка, если вдруг за одну из команд зарегистрировалось больше 25 человек. Если там 28, то у них первые 25 остаются, а три оставшиеся перекидываются в противоположную команду. Суть игры я пока не знаю, то есть что там внутри будет, да, но понятие одно, что там будут граали, вот, это результат предыдущей битвы. То есть первое, что киллы будут считаться, а второе, вот есть такие золотые и серебряные граали, да, это просто киллы и перенос маленьких граалей и больших граев. То есть очки будут начисляться за это все. Главное правильно выбрать команду. Вот видите, команды есть, у которых один килл вообще у ребят, то есть вообще ни о чем. Вообще вот без киллов, тем не менее. Вот, и дальше в зависимости от победившей команды и количества очков получают награды. Награды, значит, вот такие. Победивший лагерь получает вот такие крылья на 7 дней. Довольно-таки симпотные. Лед и огонь, да. Вот. И далее смотрим по местам. Первое место получает 5000 славы. И титул на персонажа. И у всех титулы, да, которые получают здесь, все титулы дают жизни, да, уровень хп. На персонажа и на присоединенных героев. Первое место 2,5%, потом 2%, опять-таки 2%, это в славе разница. И здесь же сколько? 1,6%, это минимально, да, я так понимаю. От 1,6% до 2,5%. Это за топ 50, это за топ 50, ну, от 50 до 100, да. Тоже дают, можно выбрать крылья и тоже титулы, самый нижний титул плюс 1%. Ну, и слава. То есть, это основная задача этого ивента, это дополнительная слава для того, чтобы можно было кому-то камни докупить, кому еще что-то там. Вот правила, правила простые, то есть, просто разделяется команда, да, то есть, и то же самое, носим Грааль и убиваем. Это одно из первых обновлений. Самое крутое, как я считаю, обновление, это как бы, ну, второстепенное, это обновление заденет вот Святой Грааль, заденет там буквально 100 человек, которые в топ 100. А вот это вот обновление заденет всех, новые данжи, да, именно так. То, что мы сдали уже давным-давно. Нам добавили 175, 185, 195 и 205. Не нам добавили, им добавили, нам еще добавили. Добавили новые награды, да. То есть, не только сокровища, вот, красные, да, и там как зубы, айтемы на коня, тотемы и тому подобное. А добавили скроллы, Enchantment Scroll, да. Есть зеленые, синие, фиолетовые и золотые. Я так понимаю, что дальше, выше будут красные, но еще нет этих данжи. Но я надеюсь, что все-таки их добавят, будут еще красные данжи. Вот, в зависимости от уровня данжа, да, то есть, скролл растет в свете, в качестве, скажем так. К сожалению, при добавлении этих данжи не добавили дополнительные данжи, да. То есть, 158 как был, так и остался. Выше нет. Но, тем не менее, вот, вот, этих вот 4 данжа, да. Смотрим награды, я сейчас вам покажу, объясню, что за награды. Наградой являются дополнительные вот эти вот скроллы. Скроллы выглядят, выглядят вот так вот, да. Вот, синий, фиолетовый, желтый. Благодаря этому скроллу вы можете заточить ваши вещи, да, которые одеты на вас. Оружие, перчатки, шлем, неважно. Каждый скролл можно точить на определенные вещи, да. Если, например, атака это оружие, ожерелье, браслет, кольцо и перчатки. То, например, хп, да, это шапка, одежда, пояс, штаны и ботинки. Да, они есть разные, да. Вот есть атака, хп, пдф, мдф, смертоносность. Так, это что, плюс урон, минус урон, плюс урон, минус урон. В принципе, слабо крит вообще был бы очень прекрасный, но крита нет, как и еще. И смотрим на параметры, да, то, что давать будут. Если, вот, например, синий на атаку, это рандомно. При заточке вы можете получить рандомно от 400 до 900 атаки за одну заточку синюю, да. И улучшить нельзя. Можно поменять на еще один шанс, да. То есть вы синюю точнули, вам дало 450, мало. Вы взяли еще раз, точнули синий, вам дало 550, ну, лучше. Но, тем не менее, это для начала. Дальше вот фиолетовая дает 900, от 900 до 1500 атаки есть шанс получить. Потом есть золотая, от 1500 до 2500 атаки можно получить. Ну, 2500 атаки в вещь, это, конечно, ну, немало, немало. Тем более, что стата можно два. В каждую вещь можно кинуть два стата. То есть, в зависимости от того, что вы хотите качать. Есть вот хп, да. Синяя от 12 до 27 тысяч, фиолетовая от 27 до 45 тысяч, ну, и желтая от 45 и выше. Пдф у нас 900 полторы за фиолетовую и за золотую, ну, как и атака, от 1500 до 2500. Дальше у нас МДФ столько же дает, как стандарт. Смертоносность, кстати, очень интересно. Смертоносность тоже можно, 2500 смертоносности, если вы очень счастливый человек, то 2500 смертоносности вы можете наролить за желтый скроу, за золотой. И получается, красный будет давать от 2500 и выше, если будут красные. Но я думаю, что они все-таки будут. Плюс урон у нас будет от 4,5 до 7,5 и минус урон, также от 4,5 до 7,5. Вот. Это будут дополнительные два стата в вещах, они будут отдельно показываться. Вот. Я не знаю, не запретили сейчас. Сейчас я попробую на каком-то из знакомых посмотреть. Ну, к примеру. Ага. Давайте посмотрим. Просто мне запретили показывать на самом персонаже, на этом же. Нет, не видно. Ну, в принципе, они вот здесь, вот ниже, получается. Вот ваши статы, крит, атака, крит, додж. И они еще ниже, получается, еще два стата. Они у нас будут вот здесь. Вот. Видите? Вот здесь вы ставите скрол, выбираете и точьте. Есть шанс на заточку. Вот. В принципе, это все. Вы получаете крылья, вы получаете новый скрол, новые данжи, новую славу, новый ивент. Это будущее обновление. Ну, в принципе, мы еще ждем скиллы в драконах. Новые слоты для камней в оружии, в вещах. Так что нам еще ждать вот это обновление долл. Хотя, в принципе, я думаю, камни нам завезут еще не скоро. А вот данжи, возможно, данжи будут в ближайшее время. Потому как данжи это то, чего действительно все давно ждали. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok